Здравствуйте! Меня зовут Влада, мне 8 лет. Я в кругосветном путешествии вокруг света, на яхте с семьей. Сейчас мы на лобненной земле. Это самый юг Южной Америки. Пришли мы сюда из середины Тихого океана. И сейчас мы в Порто-Вильямс. Это в Чили. Это самая южная деревня мира. Очень милая деревенька, я вам скажу. В Порто-Вильямсе есть три интересных места. Первое – это яхтенная школа, самая южная. Второе – это яхтенный клуб. И третье – это антропологический музей. Ура! Мы наконец-то выбрались в самый южный в мире антропологический музей. Чили «Огненная земля». Порто-Вильямс. Смотрите и наслаждайтесь. Я стою, снимаю и подкрою. Так, а это интересно что? А ты подходишь и объясняешь. Вот подошли к каким-то загадочным штуковинам. Интересно, что это такое? Это ножницы воды. Вот такие рукоятки, за них рукой брались. А вверху это как пружина действовала, чтобы они сами в стороны расходились. Вот их сжимаешь, такой чик-чик-чик, и пострижка готова. Огненная земля состоит из нескольких тысяч островов. Вот они тут. А вот эта вот линия – это граница между Чили и Аргентиной. Да, точно. Ушари находится где-то вот здесь, по-моему. А Пуэрто-Вильямс – это на острове Наварина. Остров Наварина – это вот этот остров. Мы сейчас тут находимся, в Пуэрто-Вильямсе. Это вот в этой маленькой бухточке. И сейчас я подойду к вам через этот бигль. А бигль – это такой канал между Аргентиной и Чили. Это канула. На дно насыпали камни, клали дрова и разводили костер. Для того, чтобы костер не на полу разжигать, не на дне канула, а на деревянке. Чтобы не загорелось. Да, а именно на камнях. Дайте, для костра. Ещё камни служили балластом для лодки, чтобы она не перевернулась волнами. Короче, мы много там времени проводили. Ямана дети поддерживали костер. Мужчина управлял веслами. А женщина, смазавшись жиром, ныряла в воду с гарпуном и ловила рыбу, доставала ракушки. А вода при этом плюс 5 градусов. Нет, ну вы это представляете? Плюс 5. Пять. Ох, я бы в этой воде уже сразу превратилась в ледышку. На обненной земле жили несколько племён. Ямана, правда их называли Ягана европейцы, и ещё какие-то племена. И вот сейчас я рисую местных жителей коренных в пироге. Простите внимание, тут в коре пробиты дырки. И тут сшиты прям нитками какими-то. Вернее, это не нитки, а, по-моему, то ли шерсти, то ли вообще из жил животного. Тут дырки пропиливали и сшили. Не знаю, как уж эта кора не пропускала воду. Олились как-то не тянутых и не гасились в костёр. Интересная штука. Тут огоньки зажгут. Это бутыл в лодке Ямана рыбачья. Как я уже рассказывала, женщина смазалась жиром и ныряла за добычей. А мужчина управлял лодкой. Ну, а дичи смотрели за костром. Здесь дальше идём. В хижинах Ямана тоже заводили костёр. Это хижина Ямана. Они здесь раньше жили, разводили костры где-нибудь на середине хижины. А вот тут это позвоночник кита. Интересная хижина. Они на горячих камнях далили рыбу. И вот тут я поняла, что они едят рыбу, потому что тут скелеты рыбы. Седят всем племенем по костра и беседуют. А Лето, наверное, вождь. Раз он какую-то позу приливает, что для такой седи, будто он вождь. Около музея лежит скелет кита. А тут же лежит скелет дельфина. Видимо, судя по размеру дельфина, судя по костям его, и потому что он в музее, видимо, он умер давно, около ста лет назад. Фемор де осо. А-а-а! Осо – это по-испански медведь. То есть это что, получается, медведь и кость? Огромная кость. Вот для сравнения моя рука и кость. Ничего себе, да? А вот еще тут есть чучело пингвинов. На Лаглененной земле есть три вида пингвинов. Магеллановые пингвины, пингвины какие-то, гумбольта, и еще есть королевские пингвины. Тут, к сожалению, чучело только два. Видимо, гумбольта вот этого и магеллановые. Но это вечно опровергает то, что здесь есть. Все-таки королевские пингвины. А еще здесь чучело бобра. Обратите внимание, какой у него хвост. Прям как у крокодила. Интересно, как они так грызут, что вот, наверное, вот такие вот деревья, оказывается, они просто почти срублены, как топором. Это какие-то удивительные животные. Как можно какими-то зубами так делать? Меня так вдохновила история местных жителей, что я пришла домой и стала рисовать их. Желаю, если вы будете путешествовать, вам попасть в этот музей. Если вам понравилось, жмите поделиться. До свидания. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok